Всем привет, мы с вами снова на Выжженных Землях, у нас 10 секунд примерно до волны. Собственно говоря, волны присылают модификации Call of the Wild, если вы здесь впервые. А мы их должны отбивать, если не ошибаюсь, у нас там 35-я волна или что-то типа того. Как видите, я здесь практически везде поставил ворота. Понял тебя, она оказалась за воротами где-то. Окей. У нас с тобой сейчас здесь получается... Секунду, что с тобой? Все нормально? Вивочка, все в порядке, да. Получается, две альфы прилетело, да? Да, вот раз альфа и где-то там вторая. Это ерунда, это мы сейчас быстро спилим. С этой альфой они справятся без проблем. Как помните, в прошлом выпуске мы с вами прокачивали эту грузовую виверну и прокачивали мы специально вот для этого по 1100 в выдохе. Обалдеть. Ребята, давайте грузите ее. Естественно, немножечко сложновато управлять ей, когда у нее перегруз. Но это ничего страшного, сейчас мы это дело решим. Подожди, всего одна альфа виверна и все? Это вся волна? Прикол. Это очень круто. Что у нас там получается? И 40 минут до следующей волны, просто замечательно. Так вот, я в прошлом выпуске, как помните, поставил здесь везде рамы для ворот. Сейчас за кадром поставил, естественно, ворота. Но в одном месте не могу поставить вот именно вот в том, потому что там просто блок на строительство. Не знаю из-за чего, скорее всего, вот из-за этого колодца. Скорее всего из-за него. Что-то у меня здесь тирексы немножечко разбежались. Но ничего страшного, сейчас соберу. Но в первую очередь я бы хотел где-нибудь здесь выцепить себе лестрозаврика. Потому что, как помните, в прошлом выпуске мы одного потеряли. Ну, точнее одного. Единственного лестрозавра мы с вами потеряли. Так что я хочу выцепить нового и быстро приручить. Вон, отлично, вижу. Сейчас мы его отсюда выцепим. Домой отнесем, там приручим. И у нас с вами с этим не будет проблем. Не получилось. Отлично. Сейчас мы его с вами быстренько приручим. Кстати, у тебя ягоды есть там? Какие-нибудь... Спасибо за ягоды. У меня, как видите, немножечко интерфейс изменился. Ну, я полностью переустановил игру. Опять же, ребят, просто напоминаю. Я очень серьезно болею. У меня последние две недели острый баронхит. И при учете того, что у меня острый баронхит, я постоянно записываю еще и выпуски. Периодически в выпусках могу говорить в нос или еще что-то такое. Потому что в последнее время очень усилился насморк. Я, конечно, типа лечусь. Но то, что на улице холодно, а мне нужно каждый день выходить на улицу просто там. Дочку в детский сад отводить и прочее. Ну, собственно говоря, из-за этого мне довольно-таки сложно вылечиться. То есть по этой причине, опять же, у меня бывают там какие-то оговорки. Потому что прям чувствуешь, что в нос говоришь, начинаешь повторять это дело. Как раз в прошлом выпуске это было. И потом забыл вырезать. Такое тоже бывает, опять же, сарямба. Ну, у меня такое бывает, на самом деле, в последнее время очень-очень редко. Так, у нас с вами есть скины всякие разные. Подожди, подожди, подожди. Мы же с тобой завалили альфочку. А может быть, с нее какая-то сумка осталась? Здесь я могу это дело починить? Подожди. Недоступно для ремонта. Почему? Потому что не хватает капельку дерева. Нет, дерево у нас с вами есть. Не здесь. Ладно, подожди. В ком-то должно быть дерево. По-любому дерево. Вот дерево, зашибись, нашел. А вот здесь мы с вами ворота ремонтируем. Ремонтировать. Все, с этим разобрались. Нужно будет потом, конечно же, еще лист розавров приручить, чтобы они везде были. Вот там я вижу яйцо титанобо валяется просто так. А че-то оно здесь валяется. Где титанобо? Вот титанобо. У нас это уже с вами далеко не первое яйцо. Вот это тоже сейчас переложим в себя. Как помните, в прошлом выпуске мы с вами украли яйцо 200-й ядовитой виверной. Плюс у меня здесь завалялось еще вот это вот оплодотворенное яйцо грозовой. То есть я предлагаю сегодня, сейчас в самом начале слетать, еще приручить парочку титанобо, чтобы они просто больше яиц снесли. А опять же я хочу сумчатых львов приручить. Ну, точнее, уже сумчатых львов приручать при помощи киблов. А как мы с вами выяснили, приручать сумчатых львов при помощи обычного мяса очень-очень долго. Поэтому будем с вами делать обязательно киблы, чтобы приручить следующего. Секундочку. Давайте скинем яйцо. Она на меня согрелась, да? Нет? Согрелась? Не знаю, сложно сказать. Давайте отлетим в сторонку. Надеюсь, что она на меня не согрелась. Давайте отлетим в сторонку. Сейчас должна приручиться. Слушайте, классная белая. А также я хотел бы сегодня в этом выпуске загрызть несколько червей смерти. И при помощи их рогов... Что-то как-то очень светло, да? Не находите? Это на самом деле можно изменить. Просто здесь нужно блики света выключить, применить, сохранить. И станет менее светло. Потому что в пустыне уж очень светло. Чересчур. Что-то как-то она не съела яйцо. Тут бывают вот эти заглюки с яйцами, потому что они мимо них проползают. А съесть никак не могут. Давай, пожалуйста, съешь его. Плюс за что мне нравятся реально богомолы, то что на них можно очень быстро собрать какие-то ресурсы, которые тебе вот прямо сейчас необходимы. Просто выдаешь богомолу топор, кирку, и на нем можно очень-очень быстренько это дело подсобрать. Так, что-то у нее не получается схомячить это яйцо. Давайте попытаемся приманить ее к другому яйцу. А это яйцо мы у нее отберем. Иди сюда. Я здесь. Давай-давай-давай-давай. Вот тебе другое яйцо. Кушай его. Отлично. Она все-таки замечает то второе яйцо. У нас с вами появляется еще одна титанобо. Потащили домой. Так, секундочку. Сырковая, да? Ну хорошо. Держи. Да господи, выкидывайся. Держи яйцо. Заметит, нет? На такой высоте она вроде на меня, говорится, не должна. Есть. Все. Приручается замечательно. Вот примерно так и нужно приручать, потому что когда скидываешь именно с виверны, не знаю почему, но что-то как-то они мимо проползают яйца. Вот, ну, вы видели все. Они мимо яйца проползают, сквозь него проползают, не получается у них съесть. А вот когда именно так скидываешь, почему-то получается всегда с первого раза. И можно попытаться поохотиться на червей смерти. Я думаю, что прямо на этой виверне будем охотиться, то есть летать по пустыне. Надеюсь, что удастся набрать где-то штучки 3-4 рогов и, естественно, приручить богомолов. Вон первый кандидат. Вот так вот проще всего. Где-то я его здесь видел. Но только что же был он. Где-то он здесь только что был. Вон он за спиной. Ползет к нам. Я вижу. Фу. Представляешь, а я тебя потерял. Видимо, мимо просто прилетел. Давай, иди сюда. Это было очень просто. Дешведание. Подожди, подожди, подожди. Мы не собрали то, что нам с тобой нужно. Самое главное это вот здесь вот. Самое главное это в инвентаре. Пожалуйста, виверночка отпусти меня. Во, спасибо. Полетели дальше. Тихо. А ты здесь откуда взялся? Прямо подо мной. Прикинь? Прямо подо мной. Обалдеть. Ты представляешь? Просто присел отдохнуть называется. Где сумка? Сумка, 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 сумка. Иди сюда. Спасибо. Просто сел отдохнуть прямо подо мной и выскакивает. Обалдеть. Ладно, погнали дальше. Где мы с вами? Ну, мы с вами уже улетели от зеленого. Там красный. Так вот, предлагаю брать сейчас средства от насекомых. Если не ошибаюсь, оно нам все-таки нужно против богомолов. Честно говоря, я уже запутался против кого нужно, против кого не нужно. Поэтому использую против всех абсолютно. Так что берем с вами средства от насекомых. У нас с вами есть маскировочный костюм. Окей. Также берем одно средство для насекомых. Сейчас быстренько проверим, сколько времени осталось до волны. По идее, минут 15 где-то. 15-20. Ёлки-поталки. Три минуты осталось. Ты представляешь? Итак. Следующая волна. Горный элементаль. Гиганатозавр. Окей. Он к нам пробрался? Нет, он к нам еще не пробрался. Но. В принципе. Я же могу до него достать как-нибудь? Да господи. Про каптодончика забили тираннозавры. Ерунда. Плевать. Смотри. 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 Тихо. Стоп. 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 Попадай. Нужно. Нужно попадать. Нужно попадать. Отлично. 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 Гасим его. Пошла кровь. Это будет самый простой гигантозавр, который мы с вами забили. Великолепно. Все. Великолепно. Забиваем. Минус волна. Сколько у нас до следующей волны остается? Это было прям очень просто хорошо, что мы раскачали эту виверну. Просто замечательно. Ну-ка секундочку, дружище. Что у нас получается? Давайте еще урон. Вот тебе еще урон. До следующей волны 24 минуты. И у нас 300 секунд как раз на средстве от насекомых. Погнали в пустыню. Попытаемся приручить того богомола. Если не ошибаюсь, это было... Да, вот оно. Это было здесь. Секунду. Давай-ка приземляться. По идее, на виверну они агриться не должны. Да и на меня тоже. Так, теперь. Рога червей смерти мы кладем с вами сюда. И аккуратно подходим со спины. Главное... Главное не подходить спереди. Иначе он согрится. Просто мега аккуратно подходим со спины. У него очень мало здоровья на самом деле. Ну-ка. Отлично. С одного рога червей смерти. И я, как всегда, забыл седлом. Ну ладно, давай мы тебя выцепим при помощи виверны. Остальные богомольчики здесь маленькие. Смотрите, 50-й. Самочка 150-го. Там 30-й. Нет, нам нужно других искать. Эти чересчур маленькие. Ну хотя бы там 290-х. Или что-то типа того, да? Чтобы более-менее нормальные статистики были. Иначе эти нас даже поднять толком не смогут. Но в принципе можно пока что этого домой отнести. И немножечко на нем покататься. Итак, я обзавелся седлом богомольчика. Так, давай-ка мы тебя, наверное, в первую очередь все-таки прокачаем. Не, носимый вес у тебя хороший. Секунду, это не то. Нужно вот сюда его класть в седло. Носимый вес у тебя нормальный. Вот тебе немножечко выносливости. Погнали на нем покатаемся. Просто выносливость у него довольно-таки быстро качается. Естественно. Естественно. Давай-давай-давай. Выскакиваем. Естественно, нам в тебя нужно переложить инструменты. То есть, например, это будет кирка, да? Давай, пошли. Это сюда. Это сюда. Правда, очень-очень быстро все у него в руках ломается. Но зато... Вот как я и сказал. Если нужно что-то прям так быстренько подфармить, можно вот так вот выскочить, естественно, на богомольчики. И это дело раз-два и зафармить. Причем, ну, сами видите, скорость просто замечательная. Так, но лучше всего, конечно, тут не камни фармить. Потому что мне, в принципе, и на ДД Куриусе нравится камни фармить. А вот дерево и солому на ДД Куриусе ты так не пособираешь. Ой, я случайно зарубил паразаврика. Неплохо так. 278 урон. Вот. А вот дерево вот так вот пособирать можно вполне. Единственная, конечно, проблема появляется это носимый вес. То есть, ну, можно что-то типа вот этого сделать, да? Плюс, естественно, прокачиваем тебе здоровье. Слушай, как все хорошо собирается. Мне прям это так нравится. Обалдеть, а? Паразаврик. Как же это круто. Вот когда вот, ну, я понимаю, что это увеличенные рейты на существ. Я все понимаю, что именно это дает такую крутость этому богомолу. Но очень приятно. Но, опять же, золотой топорик вполне. Если бы был легендарный, то было бы, наверное, еще больше. Мне бы такой золотой, ну, легендарный меч найти. Вот это было бы очень круто. Ух. Как я не люблю, когда начинается вот такая гроза обычная. Ну, потому что она действительно с таким громом появляется, диким, неожиданным. Все окей. Это нам на самом деле сейчас абсолютно не нужно, я имею ввиду, рубить здесь вот этих вот бедных несчастных паразавриков и собирать вот эти ресурсы. Но хотя дерево и солому я в тебе оставлю. Я все-таки хочу еще раз гонять в пустыню, попытаться приручить еще одного богомола, ну и просто притащить его домой. Погнали, это сделаем. Время у нас еще с вами есть. Минус кактус. Хотя бы просто немножечко побегаем и покачаем его. Опять же, подсоберем места. Да ну, зачем я так делаю? Вот так вот гораздо лучше. Ты посмотри, ты посмотри, какой урон. Разве раньше он так прыгал часто? На самом деле, у меня богомолы очень редко были. И может быть, у них что-то меняли, но у меня такое ощущение, что раньше он так часто не прыгал. То есть невозможно было так вот прыжок за прыжком делать. Ну и второй момент, который я хотел протестировать. Смотри, впереди еще один богомол. Я не знаю, каков уровень. 90-й, 90-й. Хорошо. Давай попытаемся протестировать. Просто слезем в маскировочном костюме и посмотрим, будет ли он нас атаковать. Главное, на самом богомоле к нему быстро не подъезжать, потому что да, он согрится на самом богомола. И это крайне... Неприятно. Ладно, хорошо. Я тебя понял, там еще один. Давай к нему. Ты, пожалуйста, стой где-нибудь. Вот тут вот этого достаточно. А я сгоняю, попытаюсь его приручить. Надеюсь, что все будет хорошо. Правда, он меня может убить, честно говоря. Спокойно, со спины. Согрелся, да? Да, согрелся. Тихо. Не надо. Богомол спасай. Богомол спасай. Да. Здесь абсолютно точно нужно средство от насекомых, которое я забыл использовать. Ладно, поехали тогда домой, отобьем волну, а потом попытаемся найти еще одного богомола. Желательно, конечно, самочку. Слушайте, у нас зверек, честно говоря, просто нереально мощный в бою. Ты посмотри, что он творит. То есть это вот просто руками, да? Давай мы все-таки тебе положим в руки что-нибудь. Ну, тот же, я не знаю, тот же топорик. Держи. Раз. Кладем тебе в руки, плюс урон в ближнем бою. Давай попытаемся вот в него так загреть. 706. Нифига себе. И вот здесь можно так 914. Чего? Вау. То ты шутишь, что ли, а? Это реально очень-очень круто. Так, мы что-то немножко подзаглючили. Спасибо большое за помощь. Бейны. Дайте попытаемся немножко подражаться с горным элементалем. Сколько мы тебе нанесем урона? Нет, 91. До свидания. До свидания. До свидания. Все, я ухожу отсюда. Конечно же, очень быстро будут ломаться топорики. Ну что ж, мы вовремя вернулись с моим богомольчиком. Смотрите, 40 секунд осталось до волны. Давай. Волна пошла. С какой-то стороны... Хорошо, что я сделал такой загончик. С какой-то стороны. Я тебя вижу. Жгем его. Просто выжигаем. Просто жгем гада. Ребята, грызите гада. Я не могу развернуться. Грызите, пожалуйста. Грызите, грызите, грызите его. Взлетай. Ладно, гигантозавра забивает. Остался альфа-тирекс. Фу, все отлично. Эти ренозавра тоже забили. Сколько у нас там остается до следующей волны? До следующей волны 37 минут. У нас никто не погиб. Тиранозаврики. Как у вас здесь дела? Ну-ка ты. Давайте посмотрим. 26 тысяч. Кстати, а что так мало здоровья? Давай-ка тебя прокачаем. Это, видимо, кто-то из нового выводка. Ну, там были некоторые, у которых там было очень мало привязанности. Кстати, да, привязанность. Секундочку, у него вообще привязанности нету, да? То есть здесь привязанность ноль. Вот как раз, с нулевой привязанностью. А вот это, это кто-то из самых первых тиранозавров. Одна из самых первых самочек 478. Угу, я тебя понял. Ладно. Это просто, просто какая-то слабая самочка. Ладно, сейчас быстренько отличу их на диадончике. Кстати, еда у него очень серьезно просела. Будем лечить, и заодно я тебя буду кормить. Фу. Слава богу, нам повезло. Не пришлось долго искать. Это просто замечательно. Так, принимаем средства от насекомых. Не пришлось долго искать. Только сейчас нужно очень аккуратно сесть так, чтобы оказаться у нее за спиной сразу. И не мучиться долго. Так. Спокойно. Спокойно, спокойно. Блин, она красивая. У нее, смотри, какие крылышки. Тихо, 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 тихо. Приручаем. Есть. Стоять. Все, просто подхватываем тебя и летим домой. А их, оказывается, нельзя скрещивать. А я не знал. Ну, я говорю, я никогда даже не пытался это сделать. Обалдеть. Вот это досадно, представляешь? Ладно, отключить блуждание. Поведение, отключить блуждание. То есть, у них появляются обычные яйца. Съешьте это для утоления голода или используйте в рецептах. То есть, она сразу нам скинула яйцо. У них появляются яйца, но скрещивать их нельзя. Да, абсолютно точно. Гукл мне подсказал, что богомола скрещивать нельзя. Великолепно. Ну, а кстати, из их яиц делаются киблы для приручения големов. И да, големов у нас с вами в этом выживании еще не было. Нужно будет обязательно приручить, потому что у него очень хорошая защита. И он очень неплохо будет стоять против всех вот этих вот гадов, которые у нас появляются. Можно было бы парочку попытаться приручить. Это, естественно, очень сложно, потому что их нужно вырубить. Я думаю, как это лучше всего сделать через гранатомет или через пушку. Потому что одно время я приручал големов. Ну, то есть, стараешься их забаговать в каких-то камнях. И при помощи парацера стреляешь из пушки, которая у него стоит сзади на платформе, в голову. Ну, попытаемся и так, и так. Но будем это делать уже в следующих выпусках. Очень жаль, что нельзя их скрестить. Очень, очень жаль. Не знал я об этом. Не знал. Ну вот, заодно и узнали что-то новое. Так же у меня теперь есть на ком кататься. И собирать там древесину, солому и прочее. Оу, кстати, он просто так собирает полокно. Но я тоже об этом не знал. Я практически не пользовался никогда богомолами для сбора ресурсов. Ну, просто как-то не доводилось. А теперь явно буду. Ну что ж, давайте на этом этот выпуск завершать. Я надеюсь, что он вам понравился. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые выпуски по этой игре и даже другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры подогнал «Симон»